ПОДПИШИСЬ! 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 СТОН, ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Идём-идом, Ром. Давай. Давай. Спокойно, спокойно, Рэм, спокойно. Нет там никого, да нет там никого. Пойдём, да пойдём, пойдём, пойдём. Вы к Татьяне Петровне? Её три дня как схоронили, она в больнице умерла. А вы что, Рэмчик её нашли? Нашёл на свою голову. Куда ходит? Так может, вы его себе возьмёте? Нет, у меня аллергия на шерсть. Григория Пандорская. Будь здоров. Григория Пандорская. А теперь мы передаём слово нашему специальному корреспонденту с места событий. Несчастный случай или чей-то злой умысел. На этот вопрос придётся ответить следствию по делу у гибели Григория Пандорского. Тело управляющего Интеркомбанком... На, на. Палец не откуси. Куда направился Балкир в столь позднее время? Почему он ехал без охраны? Ну, в конце концов, кому могла быть выгодной смерть Пандорского? Ещё? Ещё? Молодец. На. Требует? Здорово. Здорово, здорово. Здорово. Это чё за барбос? Клиент Рэм. А, паскудник от хозяйки сбежал. А я его пока искал. Хозяйка зела и умерла. Остался без гонорара. Зато с живностью. Вот, пристраивать его еду. Стало быть, времени у тебя в обрез? Ну-ка, пойдём поговорим. Не май месяц. Ну, чё? Ще подожди. Клим. Клим. А. Ну, раз ящик вчера смотрел, значит, слышал, что банкира Пандорского убили. А чё это убили-то? Там сказали, что несчастный случай. Ага, несчастный случай. Это всё разводка для лохов. Пандорский лет десять как за руль не садился. Всё говорил. Не царское-то дело, баранку крутить. А тут на тебе, всё бросил и кинулся на ночь глядя, да ещё и по гололёду. Ну, мало ли, может, к бабе какой поехал. Не хотел, чтоб знали. Да про его баб нам-то давно всё известно. Он с валютными проститутками якшался. Только знаешь, даже самый классный из них вряд ли он привёз бы в подарок миллион. Какой миллион? Ну, зелёненький такой лимончик. Только в разбитой машине его не нашли. Откуда ж тебе тогда про Бакса известно? От верблюда. Ай, молодец. А в середине декабря умер Пушкарёв. Это тот, который депутат? Ну да, который депутат. Тоже не бедный был мужчина. Все аптеки в городе были его. И Кликуха, соответственно, аптекарь. Так вот, экспертиза показала, что умер он от передозировки наркотиков. Ну, мало ли, захотел шернуться. Шернулся, а с дозы не угадал. После трёх инфарктов самое время культурно кайфануть. Да нет, вроде бы наркотой он не баловался. Ну чё, пожрём пока горячее. Угу. Рэм. А я чё-то не понял. Тебе-то чё? Ваша экспертиза всё подтвердила. Закрывайте дела, расслабляйтесь. Чё ты паришься-то в одиночку? Ну, скажем так, меня попросили разобраться. А, в частном порядке. Ну, что-то вроде того. И кто же ты нас так убедительно просит? Тебе об этом пока знать не обязательно. А чё ты тогда ко мне пришёл? Клим, мне нужна твоя помощь. А меня, Втюмна, ещё никто не разводил. Так что, если собачку какую-то найти или кошечку, это пожалуйста. Жене фотосессию устроить, это да. А денег я не ищу. Ни миллион, ни десятку. Так что извини. Клим, не заводись, а? А кто заводится? Кто заводится? Тебе бабла немерено пообещали, да? Не лезь ты в это дело. От него за километр падалью несёт. Не в бабле дело. Ты ж меня знаешь. Знаю. С другим бы вообще не разговаривал. Всё. Ну всё так всё. Ну всё так всё. Ванька, ты подумай. Крепко подумай. Не ввязывайся в это дело. У тебя Ирина, Витька. Я на тебя не в обиде, Клим. Я на тебя перезвоню. Упремый как. Клим... Продолжение следует... Продолжение следует... Не звони мне, Клим. Я сам тебе перезвоню. Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Разрешите представиться. Жук Елизавета Александровна. Какой ты жук? Божья коровка. Курить у тебя можно или как? Или как. Курить вообще вредно. А там кто? Там шкаф, я вас слушаю. Значит, дело забрали у Вожняка Шевченко и передали тебе. Вам. Это во-первых. А во-вторых? А во-вторых, представьтесь, пожалуйста. Фамилия моя тебе ни о чем не скажет. И писать мы ничего не будем. Да в чем дело, в конце концов? Дело в шляпе. Я хочу увидеть шляпу, которая была на Иване Дорошенко в момент убийства. С какой стати вы решили, что я первому встречному должна что-то там… А я не первой встречной. Ты меня уже разочек видела на кладбище. Да, действительно. Вы Клим. Ну, так говоришь, Ивана убили заточкой. Да, предмет цилиндрической формы, длина приблизительно двадцать сантиметров. Шесть миллиметров в диаметре. Вы ее нашли? Нет. Из-то пуду, что не найдете. Иван был спец. Его заточкой можно было только спящего, да и то в спину. А спереди он бы незнакомого не подпустил. А знакомого? А не стал бы он переодеваться, идя на встречу со знакомым. Тем более, отключать телефон. А откуда вы знаете про телефон? Баш на баш. Ты мне шляпу и пальто, а я тебе наколку на орудие преступления. А вы в курсе того, что он был в шляпе и пальто? Интересно, откуда? Мне жена его сказала, Ирина. Я их Витьке крестный отец. В каком смысле? Ну, в каком, в каком. В христианском, в каком. Правда? Сука и падла и буду век воли не видать. Не ваше? Да нет. Мне, пожалуй, великовато. А у Ваньки башка была такая же, как у меня. Интересные шляпки носила буржуазия. А при чем здесь буржуазия? Ты узнай, сколько стоит мужская шляпка от Фэнди. Вы сюда на примерку пришли? Нет. На твои ножки посмотреть. Ну и как? Для прокуратуры сойдет. А насчет орудия убийства обманули, да? Я бужья коровка. Никогда не обманываю. Ни о чем не говорит. Шарик. Правильно, не кубик. Что-нибудь еще? Скользкие чуть-чуть. Как будто смазка какая-то. Я их нашел в сарае под окном, откуда просматривается место убийства. И что? Экзамен на сообразительность. Только когда будешь докладывать начальству, обо мне не говори. Почему? Уволят тебя. Шук. Клим. Клим, постой. Кто Ивана грохнул? Логинов. Спроси что-нибудь полегче. Вы не хотите знать? Или знаете, а не хотите связываться? Ну что, в офиге? А ты ничего не выделась, паричок стыльный. Ой, часики у тебя какие? А, коллекционные. А это кто? Ясно, да. Ну, она пройдет. Ты, Тина. Ну, это, смотря для кого? Хм. Разговор есть. Я не понял. Давай. Слышь, козел, что не видишь? Девушка со мной. Что ты? А мне показалось, она с тобой быть не хочет. Или я ошибаюсь? Ну все, козел. Ты покойник. Тихо, 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 тихо. В приличном обществе, при даме. Может, выйдем? Да. Давай. Если догорит раньше, чем я вернусь, значит, он прав. Ну что, мужик, так приспичило, что жизнь на карту поставил, да? А что за жизнь без удовольствия? Ты у меня богатого клиента, Андрей. Ты понял? А может, в этом твое счастье? Неужели дождалась? Осталось только свалить отсюда. Так, коньячок мой любимый. Прошу. Розан, Розан. А ну, подъем. Подъем. Давай. Куда ты меня привез, а? А тебе не все равно. Ладно, давай, раздевайся. Молодость решил вспомнить, да? Давай, 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 давай. Тесно у тебя только здесь. Ну ничего. Давай, что у тебя здесь? Успокойся и прикройся. Знаешь его? Нет. Не ври мне. Че не ври? Не знаю я его, не было у меня с ним ничего. Не ври, я сказал. Че тебе от меня надо? Мне надо, чтоб ты мне рассказала, где, когда и о чем вы разговаривали с Иваном последний раз. Ни о чем мы не говорили. Правдиво и правдоподобно, как в церкви. А ты че, священник? А че ты у него самого не спросишься? А нет его. Убили. Как убили? Узнаю, как и расскажу. Как, как, как? Это из-за меня, да? Из-за меня, да? Ну че ты молчишь-то? Неделю назад из отеля «Националь» позвонила какая-то женщина жене Ивана. И сказала, что ты там с ним трахаешься. Отомстил от... Кто? Жанетта. Администратор шотеля. Я ей по морде надавала недавно. Она отомстить решила. В общем, у нее там бизнес свой, номера своей девочки свои. Меня романтика вашей профессии не интересует. Иван был единственный нормальный мент. Если вообще мент может быть нормальным. Он меня очень выручал по-крупному всегда. Я ему за это кое-какую информацию сливала. У меня подружка есть, Настя Волошина. Красавица, умница. Языки знает. Понимаешь, языки знает. Она недавно из дома ушла и не вернулась. В общем, ни утром, ни вечером, ни на следующий день. Вы что, вместе с ней работали? Мы живем с ней, на лестничной клетке, на одной. У меня даже ключи есть от квартиры. Я туда заглянула, в общем, за гранпаспорт на месте, деньги в нычке тоже не тронуты. Я это сразу... Ой, господи, что это? Я Ивану позвонила. Ну, мол, как делать там? Что делать, что Настя пропала? Он мне сказал, приезжай в номер какой. А, 411 у него номер был. И, в общем, сливца направо, до конца коридора. Я приехала, все про Настю рассказала. Понимаешь, у нас еще две девчонки пропали. В общем, что-то плохо мне, подожди. Что, ломка, что ли? Да нет, я не жиряюсь, подожди. Может, тебя домой отвезти? Да нет, знаешь, в общем, выяснилось, что менты крышуют этот бизнес. А Иван что сказал? Ой, сейчас, подожди. Иван что сказал? Подожди. Ой, что-то мне плохо. Иван, Иван сказал, что ему некогда этим заниматься. У него друг какой-то есть, Клим, Клим, да, Клим, Клим. Э, Чина, Чина. Так, 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 так. Так, 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 так. Ротопадью. Подъём, говорю. Покемарил чуть-чуть хорош. Ну что ещё? Я всё уже сказала. Нет, не всё. Ты забыла сказать, о чём вчера говорил по своей мобиле с Настей. И Ивану ты не звонила. Он сам тебе набирал. Они меня убьют. Нет. Они меня убьют. Я раньше. Пожалуйста, не надо. Я всё скажу. Я очень прошу. У меня сын семилетний в интернате один. У него кроме меня никого нет. Пожалуйста, не надо. Я всё скажу. Я всё скажу, пожалуйста. Иди умойся. Смотреть противно. А не, я всё скажу. А что ты? Ну, как ты? Не Иван рассказывал? Догадливая. Проходи, садись. Наливай кофе и рассказывай. Только четко и быстро, у меня времени в обрез. В общем, Иван расспрашивал о мероприятиях, которые мы с девочками обслуживали в начале декабря. Где проводились мероприятия, кто там был, кто организовал, о чем говорили. Почему в декабре не сказал? Да нет. А, ну, в принципе, понятно, почему в декабре-то. Потому что Пушкарёв же в середине декабря умер. Депутат? Ну да, аптекарь. Почему аптекарь? Да потому что он всю фармацевтическую продукцию в области держал. Что ещё? Итальяшки приезжали ещё. Точно, да. Они фабрику оборудуют, хотят заняться производством мебели. Кто из них интересовал Ивана? Ивана? Ивана из них? Из них никто не интересовал, местные интересовали. Ну, кто ходил на эти гулянки, кто организовывал. Кто конкретно? Ну, как, ну, самые крутые. Пушкарёв, значит, потом банкир Пандорский, хозяин казино и гостиницы Холмский и этот... Банкир Пандорский, хозяин казино и гостиницы Холмский и этот... Галецкий. Галецкий, да. Он ещё недвижимостью занимается, да. У них были общие дела? Слушай, точно, у них же юрист был общий, да. Кто такой? Адвокат, по-моему, Алексеев, Алексеев Дмитрий. Да, такой хороший мужик, презентабельный такой. Это ты своим подружкам расскажешь. Да ладно, Натя Квалошина хотела ему отдаться. Бесплатно, в койку с ним лечь. А он такой важный оказался. Куда уж нам уж замуж. Да? А Пандорский это тот, который в аварии погиб? Угу. А Пушкарёв от передоза. Обращайся. Коньяк не предлагаю. Спасибо. Слушай, вспомни. Кто-нибудь из этих четверых носил шляпу? Какую шляпу? Темно-коричневая такая, итальянская, с широкими полями. Шляпу, шляпу. А ну да, точно, точно. Макароники же привезли. Адвокату шляпу подарили. Да, он в ней ходил, а Холмский, как увидел, свихнулся. Бегал за ним хвостиком. Говорит, продай, продай. У него стиль такой ганцерский. А адвокат продал? М-м, в карты проиграл. Я до вчерашнего дня думала, что Надюку убили. Было за что? Понимаешь, она последнюю ночь провела вместе с Пушкарёвым. Мы, когда с москвичами карусели открутили, они поехали на дачу. Но он пьяный был, заснул быстро. И Настя свинтила оттуда. Честное слово, в четыре утра дома была, я свидетель. А утром его нашли мёртвым, и из сейфа пропал лимон Баксов. И девушка сделала ноги. Ну а что ей оставалось делать? Мокруху на неё шили. А тебя за что с Клофелиной собирались? Меня? А может, это не меня? Может, это я, кого угостить должна была. Только ты помешал. Коньяк, кто заказывал? Кто-кто, я. Ну вот и подумай, для кого этот коньячок предназначался. Для кого? Для тебя. И конфетки, может, тоже отравленные. Ты знаешь, где Настя? Фу! Ну откуда мне знать, где Настя? Ну да, звонила она мне. Спрашивала, нищий для её кто. Я ей перезванивала потом. Но она, видимо, карточку поменяла, мне отвечает. Ну, честное слово, я не знаю. Ты у нас вообще девушка честная. Значит так. Дверь никому не открывать, никуда не звонить. Если выйдешь отсюда, я за твою жизнь лом на угрошение дам. Всё. Привет, Жанетта. Меня зовут Жанна Григорьевна. Я слушаю вас. По фине бутаешь? Мне бы упасть минут на шестьсот. А вечером девочку пригласить, номерочек. Ну, вроде тебя. Свободных номеров нет. Опа, опа. А мне мой кореш сказал, приедешь, обратишь к Жанете. Она женщина душевная, обслужит тебя по высшему разряду. Какой ещё кореш, не мешайте работать. Ну, Ванька Дорошенко, помнишь такого? Он здесь в четыреста одиннадцатом, с пятнадцатого на шестнадцатый жил. Девочка. Четыреста. Девочка к нему ещё ходила. Там не помню по пьянке как. Нина, Лина. Четыреста одиннадцатый номер забронирован. И в последние две недели никем не заселялся. Незадачка. Девочка, а ты там, это, посмотри в свою адскую машинку. Может, ты что попутала? Он мне чётко описывал. На четвёртый этаж, направо и в конце коридора. А ваш приятель, может быть, отель перепутал? Где расписаться? О, 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 вспомнил. Вспомнил, как эту Биксу звали. Понял. Тина, Тина. Он мне ещё мобильничек оставил. Я не знаю никакой Тины. Не мешайте работать. Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Слышь, может, позвонить дальше? А то у меня чё-то телефон разрядилось. Это служебный телефон, не положено. Прошу прощения. Спасибо большое. А кто этот номерочек-то с бронирован? Может, может, он мне нужен? Так я вселюсь, а? Я вызываю милицию. А вот этого я тебе делать не советую. Менты сейчас злые подпишут тебя на мах. Это за что же? Шестнадцатого числа на автоматическом определителе номера в квартире Дорошенко отпечатался номер отеля дежурного администратора. А в тот вечер дежурила ты, банда шедоморощенная, сводница копилка. Рассказать, рассказать, как будут развиваться события дальше. Менты сейчас рыщут по всему городу. Ищут убийцы офицера. Их офицера. На любой звонок приедут минуты через три. Упакуют тебя в отдел. Посадят с такими же бабами, как ты. И попросят сказать одну и ту же фразу. Твой мужик сейчас в национале с тинкой трахается. А вдова убитого определит, чей был голос. Я понятно объясняю. Ну что, будешь звонить в наряд? Или тебе очную ставку с Тиной устроить? Сука. Вот и она про тебя то же самое говорит. Кто, когда и для кого забронировал четыреста одиннадцатый номер? Турфирма «Вояж» на фамилию Мельковский. Кто такой? Директор фирмы. Позвонил и велел выдать ключи без регистрации. К нему, кроме Тины, кто-нибудь приходил в номер? Я не видела. Он когда вышел из номера? При мне не выходил. Может быть, утром, когда я сменилась. Утром, когда ты сменилась. Он уже был в морге. Жанетта. Ключ от номера. Я хочу его осмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Красавица. Ты чего ж деньгами-то разбрасываешься? Так не мое это. Я не знаю, что здесь вот валялся. Можешь выбрось, мне чужого не надо. Деньги швыряю. А, да, забыл спросить. Ты, что ли, в 411-м хозяйка? Да, я. А кто же? А когда последний раз номерочек убирался? В пятницу. Постель переменили, попылесосили. А прежний хозяин когда съехал? Я не знаю, он номер не сдавал. А у него кто-нибудь в четверг вечером был? В четверг вечером? В четверг вечером. Да, был. Хозяин был. Чей хозяин? Наш хозяин. Холмский, что ли? Да, он самый. Недолго был. Потом пошел и не попрощался даже. А в чем одет был? Ну, как обычно. Пальто, шляпа. Как такой портфель пухлый. Вот шарфик, не помню, был. Спасибо, красавица. Валентин Сергеевич, вот сюда пройдите. Да, здесь, около окна. Чего тебя вообще сюда понесло? Да я от ветра пряталась. А вообще здесь удобная позиция для стрельбы. Вон, посмотрите, Дорошенко упал на открытом месте. До моста далеко. И убийца не мог нанести внезапный удар. К тому же инструктору по рукопашному бою. А еще при повторном осмотре я обнаружила здесь два шарика. А на них особая смазка. Скорее всего, они выпали из чехла. Я такими же шариками из пневматики стреляла. Но в теле нет шарика. Ни шарика, ни ролика, ни даже говененькой пульки. Правда. Ну, послушайте, эта смазка содержит специальный воск, который используется для обработки кевларовой тетивы, луков и арбалетов от намокания во время дождя, чтобы не теряли эластичность. Я подумала, что такая же смазка могла остаться и на стреле. А могла и не остаться. Но она осталась. У меня есть справка эксперта-оружейника. Ну, ну, давай посмотрим. И анализ болокон входного отверстия. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он. О, прежненький или болон. Входного отверстия на саджаке и пальто Дорошенко. Ловите. Ой, мама. Давай, давай руку. Давай, давай, давай. Ой. А если бы тебе шарики подсунули? Кто? Конь в пальто. Ты что, не догадываешься, о ком я говорю? Ну, а как же частицы на пальто? Ты что ему пальто показывала? С него станется. Ох, Лиза, Лиза. Вот заключение. Посмотрим. Здесь десять вечера. Темно, как у негров живут. Тень убийства была полнолуния. А на мосту горели фонари. Очень ярко. И он оказался в контрастном свете. Арбалет, полнолуние. Чушь какая-то. Он что, имитировал ритуальное убийство, что ли? Значит, он выстрелил, затем подошел и вынул стрелу. Слушайте, холодать начало. Пойдемте лучше в машину. Да, конечно, пойдем. А что, из винтаря ему не было проще с оптика? Глушак на ствол, и все проблемы решены. Ну, была бы пуля, стали бы искать ствол. А так, вся милиция была задействована на поиски несуществующей заточки. И потом, может, у него вообще винтаря не было. Так что, теперь надо всех бросить на поиски этого арбалета? Ну, это чушь какая-то. А что, мне нравится. Как версия убедительна. Но мотивчик-то провисает. Зачем ему было убивать Ивана? Оружие он не взял? Он стрелял не в Ивана. Он стрелял в человека в длинном пальто и в кобойской шляпе марки Фэнди. За тысячу двести двадцать пять долларов США. Стрелял в журавля, попал в воробья. Поехали. Кто вы такой? Убирайтесь немедленно. Это не ван. Ой. А я не грабитель. Я просто спросите. О, ничего себе совещание. Мельковский, ты что, маньяк? Или спутницу жизни ищешь? А? Могу посодействовать по сходной цене. Ах ты тварь. Знаешь его? Кто это? Иван Дорошенко. Последние два дня своей жизни он прожил в отеле Националь. В четыреста одиннадцатом номере. Забронирован на твою фамилию. В прошлый вторник мне позвонил Холмский и велел поселить этого человека по фамилии Дорошенко. Холмский? Это владелец отелей и казино? Ну, почему же отели и казино? И турфирмы Вояж, и сети ресторанов Гурман. Артур Вадимович, с вами все в порядке? Я занят. Иди обедать, Рита. Правильно. Молодец. Почему Холмский сам не позвонил администратору? А об этом лучше спросить у него, у Холмского. Сегодня у него встреча с Галицким, где-то в промзоне. Я возьму посмотреть. Отдай. Ой, ой, пусти-ка. Береги нервы, Мельковский. Они тебе понадобятся при допросе. Пусти, гад. Бош на бош. Я тебя отпускаю, а ты мне распечатываешь список клиентов, которым ваша фирма делала шенгенские визы. Understand? All right. Список. Рита. Рита. Ой, идиот. Я же юный отбед отпустил. Я сам. Давай, Аль. Да-да. Ну, вообще-то он не производит впечатления человека, способного на подлог. Просто мне казалось, что он ваш друг. Был когда-то. Ну, расскажите, Логинов, интересный же человек. Хорошо, но только для того, чтобы уберечь тебя от неприятностей. Он был внедрён в самую крупную по тем временам группировку. Организованная преступность — это группировка беса. Был такой авторитет. Операция была не из простых, потому что провести такую операцию удаётся один раз из тысяч. Подменили убитого Климом, инсценировали задержание. Потом движение по этапу, ну и потом, через некоторое время, он убежал с рецидивистами. Честно говоря, я сам не знаю. Да, наверное, уже никто никогда не узнает, что с ним было на самом деле за те семь лет. Он продержался в банде семь лет? Да не просто продержался. Он стал правой рукой беса. Он ходил в авторитетах. Он сумел отследить все связи властейские, миналом. Вот эти обороты грязных миллиардов в офшорах. Только тогда мы перестали стрелять из пушек по воробьям. Да, прижали мы их тогда хорошенько. А как же он выбрался? Выбрался. Тут подходят сроки. Мужика вытягивать оттуда надо. А в главке поменялось начальство. Ну, сама понимаешь, новая метла. Обнаружили быстренько. Оборотней в погонах. Ну, пошло-поехало. Полетели по пахе. Турнули даже те, кто вел его все эти семь лет. А кому интересует жизнь крота? Он свою задачу выполнил, и все. А для повторного использования он не годится. Вот так бы Клеме остался на произвол судьбы. Если бы не Дорошенко. Да. Ваня собрал десяток добровольцев. Помощи ждать было неоткуда. Пошли же без санкций. Ну, и вытащили Клима с боем. Хотя и раненого. Вы там тоже были? А какая разница, был или не был? Речь сейчас не обо мне. Пошли. Его уволили? Да нет. С Климом они поступили намного циничнее. Пустили слушок, что у него остались связи в криминальном мире. Были основания? Да какие там основания? Просто она честно не поощряла контакта с ним. У него как-то сразу и друзья меньше стало. И он вообще считает, что все его предали, кроме Ивана. Идем, Иван, я тебя слушаю. А вы забыли свою шляпу. А вы забыли свою шляпу. А вы забыли свою шляпу. Что-то не скоро надо подзвать. Дина! И ответник будет официально. Прикликуем с вас шляпу, и кто? Давай переворачивай, я всё с вами! Ах, ты на моей жене. Иван, это твой? Нет. Ты у тебя? Нет. Ты тварь! Настя! Отдай, отдай, падла, сюда! Отдай, отдай! Ты что, баран, не обшмонал её? Убью, сука, убью! А, чёрт! А, чёрт! Пошёл! Не трогай! Какого хрена? Ты вообще с ней пошла? Спала я за бабки. Понял? Что ты мне лярвоманцы раскидываешь? Не трогай его! Тихо! Заткни его! Заткни его! Соседи ментов вызовут! Ты чё? Ты пасть закрой, клоун! Не трогай! Не трогай его! Заткни его! Заткни его! Сейчас попишу! Заткни его! Заткни его! Каким образом он про вояж узнал, а? Не знаю. Каким образом он про вояж узнал, а? Я не знаю! Не трогай меня! Тихо! Это ж будет тачку, курочет! Зам, сбегай, проверь! Давай, давай, быстро! Да шевели ты окорками! Давай! А-а-а! Как он про Жанетту узнал, а? Сонечка! Как он узнал про неё? Как он узнал про Жанетту? Как он про неё узнал? Оставь её! А-а-а! Все! Женишек пришел, да? Два шага назад! Дурак! Делай, как он говорит! Все, все, все! Пушку на пол! Какую пушку? Пушку на пол! Ногой ко мне! Жива! А-а-а! Это что ли? А-а! На! На, подавись! Тина! Бегом к машине! Угу! Во двор! Тина! Лёша! Рога! Назад! Сид mane! Тина, уйди! Не рпняй! Ну что мусор, вонючий! Думал взять меня? Попробуй возьми! Пусти пацана с закатой! Попробуй возьми! Не наматывай себе срок! Пойди! Жми! Ну, возьми меня! Пусти! Попробуй возьми меня! А-а-а! Уверена, вы готовите лучшую еду. Дим, вы совершенно опрасно веселее за наш диетический стол. Не понимаю, Дим, почему вы всё время хотите от меня избавиться? А вы как спали? Я? Угу. Я спал счастливо. Да, разве можно спать счастливо? Да, вы знаете, оказывается, да. Оказывается, возможно. Я думал, я вас потерял. В смысле? Когда Василий в машину уехал… В смысле? В прямом. А турок он кто? Сутенер. А твой вчерашний клиент? Господи, я не знаю, то ли зан, то ли зам какой-то. Он с Галицким разговаривал. С Галицким? Ну да, они Настю искали. Думали, я знаю, где она. А турок мне за это обещал пять штук. Что? Галицкий из лимона пять штук пожалел? Из двух. Пандорский же тоже оформил на себя суду. И за день до смерти получил лимон наличными. Вот только денег с ним почему-то не нашли, когда он разбился. А почему ты мне раньше про это не говорила? А мне что, кто-то докладывал, что ли, а? Откуда я знала? Этот турок кокаина нанюхался и проболтался, что, мол, Настя с двоих поимела, а ты, дура, ее выгораживаешь. Вот так-то. Ладно, разберемся. Слушай, это же Настя, Настя Волошина, про которую я тебе рассказывала. А это тебе знакома, Личика? Так это же я. Ты? А откуда это у тебя? Фамилия Мельковский тебе о чем-нибудь говорит? У-у-у. А визу в Италию ты когда-нибудь оформляла? А ты что, какая виза, с кем я Алешку оставлю? На-ка, посмотри. Что это? Это список турфирмы «Вояж», ее клиентов. Принадлежавший покойному Хоумскому. Волошина, Иваницкая, Величенко, Клеймёнова, Клеймёнова Тина. Я, я никогда не была их клиенткой, я даже не знаю, где эта фирма находится. Честное слово, я клянусь, правда. А тебе не надо знать. Документы оформлены, цены согласованы. И осталось отправить вас, туристок, чартерным рейсом, и все. Здесь двенадцать человек, что это такое-то? Пока они хотели заполучить через тебя Настю, они тебя не трогали. А как только поняли, что ты ни хрена не знаешь, заказали твой любимый коньяк. А как же мне теперь? Извини, торговля живым товаром не мой профиль. Эх ты, выжил из меня все. А теперь на все четыре стороны. Вот этот фоторобот был составлен со слов капитана милиции Владислава Занова, задержанного вчера в семнадцатой квартире двадцать третьего дома по улице Бажова. Угу. А это его квартира? Если бы. Эту квартиру снимала некая Волошина Анастасия Викторовна. И, кстати, посмотри список клиентов фирмы «Вояж» и ты увидишь там ее фамилию. Да-да-да, «Вояж». Да-да-да, «Вояж». Да. Нет-нет, я сейчас занят. Ну, чуть позже, пожалуйста. Волошина. Хорошо, хорошо. А что он там делал? Ничего особенного. Просто сидел на полу и держал в руке табельное оружие имени товарища Макарова и смотрел на труп сутенера по кличке Турок, убитого из этого же оружия, как утверждает задержанный, Климом. А что Клим там делал? А он что там был? Ни следов, ни отпечатков, ни свидетелей в вышеуказанной квартире, естественно. Обнаружено не было. Ясно. А кто этого заново задерживал? Двадцать седьмое отделение. А сейчас он где? В СИЗО. Поехали. Ну, вообще-то он без адвоката говорить не хочет. Ну, это я посмотрю ещё. А адвокат будет только через час. Так что, что, едем? Едем, конечно. Поехали. В принципе, и кофейку успеем попить. Поехали. О, как же у неё полят. Так, что у нас ещё тут? Возьми. Большим человеком стал Кирсан. У президента такой охраны нет. После смерти аптекаря бронированный джип купил. После панды увеличил охрану на десять человек. А после Холмского? В кабинете заперся, вискарь глушит. Хоть ты с ним не пей, а? Вот поэтому я тебя прошу, Дима, голубчик ты мой. Не в службу, а в дружбу. Поезжай туда и проконтролируй. Как бы этот болван чего лишнего не сболтнул. По моим данным, он пока молчит. Но дело-то, как ты сам понимаешь. Мокрое, прокурорское. Буду весьма признателен. В твёрдой валюте. Утро доброе, господин Галицкий. Это для кого как. У вас было четверо, в таких крутых и борзых. Вы сидели здесь с доперестроечных времен. И думали, что всё вокруг ваше. Заводы, гостиницы, люди, дома. Торговали этим всем направо и налево. А вот три месяца назад, кому-то это перестало нравиться. И кто-то стал валить вас одного за другим. И вот вы остались в одиночестве, Михаил Аркадьевич. Как думаете, кто будет следующий? Решили принять смерть под наркозом? Ну, а тебе от этого печаль какая? Правильно мыслите, никакой. Я не знаю, но девять дней назад этот же самый киллер убил моего единственного друга, за упокой души которого вы только что выпили. Я хочу найти его. Найти и закопать под землю. Не знаю, не знаю. Я ещё не знаю, на что ты способен и можно ли тебе доверять. Значит, не вспомнили, где вы меня видели? Нет. Так я напомню, в девяносто шестом году вы приезжали на виллу к бессмертному Евгению Семёновичу. Бес? Вы тогда привезли полста штук с зеленью для приобретения тридцати стволов и нарвались на ментовскую засаду. И кто-то вас вывел из-под огня, Михаил Аркадьевич. А ведь одно моё слово, и вот всего этого у вас могло не быть. А из всей недвижимости была бы камера три на четыре, совмещенная с парашей. Это к вопросу о том, можно ли мне доверять. Ну ладно. Твоя правда. Так вот, я от вас тоже правды хочу. Спрашивай. Зачем вы ищете Настю? Настю? А, эту проститутку. Затем, что после смерти Пандорского она мне позвонила и предложила сделку пятьсот тысяч долларов за имя убийцы Пушкарёва. Блеф? Она была с ним в ту ночь и теоретически могла что-то видеть. Вы отказались? Почему нет? Я готов был заплатить ей. Но она больше не объявилась. А потом выяснилось, что она ту же игру вела с Холмским. Неплохо. И вы отправили своего человечка из ментовки её найти, так? Не отпирайтесь, Михаил Аркадьевич. Не отпирайтесь. Ну, допустим. А вдруг это окажется не блеф? Ну и тогда появится возможность опередить убийцу. Не появится. Почему? Потому что капитан Занов находится в изоляторе временного содержания. Ассоциньёр Турак, которого он привлёк на поиски проститутки Волошиной, временно содержится в морге. И что теперь? Теперь? Да. А теперь мы с вами составим контракт, согласно которому вы мне доверяете разыскать эту самую Настю. Естественно, за вознаграждение. Ну, во-первых, все мои контракты составляет мой юрист. Я только подписываю. А он сейчас занят. На этот раз мы обойдёмся без юриста. Что? Пришло время платить долги за твоё многолетнее молчание, а? Ну, а как ты собираешься найти эту девицу? Да плевать мне на девицу. Я убийцу искать буду. Каким образом? Образом простым. На живца. Ты хочешь сказать, что этим живцом буду я? Угадали. Я уложился. Теперь можете выпить. Спасибо. Что-то не хочется. На завтра крупная сделка намечена. Люди из-за границы прилетают. К вечеру на пятницу. А что за сделка? Старый завод химволокна итальяшкам продают под реконструкцию. За пять лимонов. Кстати, это тот самый, с которого киллер судил Холмского. А во сколько сделка? Двенадцать. Да ну, тысячу раз оклемайте. Ну, пока, Кирсанов. Давай. Бывай. Прошу прощения за опоздание и пробки. Алексеев Дмитрий Алексеевич. Адвокатская контора «Алекс ИК». Логинов. Здравствуйте. Елизавета Александровна. Мне искренне жаль, что наше знакомство происходит в таком малоприятном месте. Гражданин Занов, я буду представлять ваши интересы в суде. Разумеется, если вы этого пожелаете. Итак. Вас обвиняют в преступлении, предусмотренным статьёй 103 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». Вы согласны с обвинением? Нет. Тогда как вы объясните, что вас задержали в чужой квартире? Ну, мы это, в гости приехали к этой, к Волошиной. Раньше вы у неё бывали? Нет. Вы пришли без цветов, без коробки конфет, без бутылки вина, не предупредив своим звонком. Я предлагал Турку цветочки купить. Ну, давай, давай. Вали на покойничка в твоё положение. Это самое верное дело. Продолжайте. Ну, мы пришли, позвонили в дверь, никто не открыл. Турок ткнул дверь ногой, открыто. Мы вошли. Беспорядок кругом. Ну, а потом меня сзади по голове кто-то ударил. Я упал, а он начал драться с ним. С кем с ним? Ну, с этим. С уголовником. А откуда вы знаете, что он уголовник? А чё тут знать-то? На нём так всё написано. У вас было при себе оружие. Почему вы им не воспользовались? Ну, так я же говорю, меня сзади по голове ударили, и всё как в тумане. Я, конечно, достал пистолет, но он у меня его ногой выбил. Что было дальше? А что дальше? Дальше он потерял сознание. А когда очнулся, пистолет оказался у него в руке, а на полу мёртвый турок. Ну и полкило рассыпанного кокаина. Ворвалась милиция, его арестовали. Так было? Ну так. А не объясните ли вы нам, гражданин Занов, как оказались ваши с турком пальчики на комоде? На посуде волошиной, на аквариуме с рыбкой, на её шкатулке с фотографиями. Будьте уверены, если бы отпечатки пальцев оставил уголовник, мы бы, конечно, его идентифицировали по нашей картотеке. Вы меня извините, но это абсолютно бездоказательно. Он мог быть в перчатках, мог вообще стереть узоры, уходя. Да, трудно вам будет защищать его интересы в суде, Дмитрий Алексеевич. Что вы, что вы, Елизавета Александровна. Это обвинению придётся трудно. А я и не таких вытаскивал. Подождём, пока органы дознания выполнят свою функцию и разыщут, как минимум, хозяйку квартиры. Ты не убивал её, честное слово. Занов. Если бы всё в этом мире измерялось честным словом, то добро и зло давно бы поменялись местами. Да подстава эта! Угол в него стрелял! Уводите. Вы позволите мне побеседовать с моим подзащитным с глазу на глаз? Я думаю, можно. Это ваше право. Благодарю. Подождите за дверью. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Сядь. Скажи-ка ты мне, голубчик, когда это ты успел запомнить его особые приметы? Пока кулак по воздуху летел? Я видел его раньше. Ну, в таком случае, давай, всё по порядку. Ай да Клим. Дался тебе этот Клим. Влюбилась, что ли? Просто странная способность оказываться в нужное время в нужном месте. Прям Джеймс Бонд какой-то. Да, в розыск такого Джеймс Бонда. В каталажку его. По подозрению в убийстве. А какое сегодня число? Двадцать восьмую. Я сама его найду. Какого дела? Он у меня стажёром был сразу после училища. Я привык к нему. Знаешь, как привыкают к собственной шкуре? Ее замечаешь только, только тогда, когда с тебя ее сдирают. Он меня вытащил оттуда, откуда живым не возвращаются. Мою задницу прикрыл, а я вот... Угощайся. Вкусные, покупные. Спасибо. Клим, он... он стрелял не в Ивана, он стрелял в Хомск. Я сегодня допрашивала задержанного по подозрению в убийстве капитана милиции заново. Он утверждает, что его приятеля Туркина застрелил вот этот человек. А кое-кто очень хочет дать его в розыск. Кое-кто — это Логинов. Где, говоришь, Туркина застрелили? Бажова, 2317, и квартиру снимала Анастасия Волошь. Не было меня там. Как же он срисовал ваши особые приметы? А мы с одним зановым в баре на столичном как-то коньяк кушали. Может, он меня там срисовал? Ты бармену наши портреты покажи, он вспомнит. Ладно. А Волошина это что говорит? Она ничего не говорит, её ищут. Соседи показали, что там ещё ребёнок был. Ну, ищите. Когда найдёте, тогда обрещете. Невкусные пирожки, какое-то масло прогорклое, как на Алифе. А хотите, я вам хачапури испеку? Настоящий, из слоёного теста. Меня мама научила, она в Сочи живёт. Не хочу. Почему? А зачем привыкать? Здравствуй, полковник. Узнал? Долг платежом. Пару пустяков. Нужно досье на одного типа. Полное досье. Нива. Камуфляж. В. 342 СВ. Те восемнадцатый есть? Все двадцать шесть. На, посмотри. Может, узнаешь знакомых кого-нибудь. Это имеет отношение к убийству Хомского? Не только. В каком смысле? Баш на баш. Опять. Нужна информация по операциям Интеркомбанка о выдаче наличных с декабря по февраль. Включительно. Но это коммерческий банк. Я не думаю, что они сообщают налоговое обо всех мелких операциях. Нет-нет, мелкие не интересуют. Обрати внимание на суммы с шестью нулями, выданные тем, кого уже нет в живых. Но это нужны серьёзные основания. Прокурор санкцию не даст. Придумай что-нибудь. Прокурор санкции. Твой трамвай. Клим, поедем ко мне? Я здесь недалеко живу. Чаю попьём, подумаем обо всём этом деле. В другой раз. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Тебе что, дешёвая слава нужна? Валентин Сергеевич, я не посягаю на экономическую свободу. Мне нужны сведения, которые прольют свет на убийство Ивана Дорошенко. И, кстати, не только его. Не понял. Я думаю, что в городе действуют серийные убийцы. Скорее всего, майор Дорошенко знал, с кем ему предстоит встретиться. Он подготовился. Я имею в виду, что пистолет был снят с предохранителя. Да уж, вряд ли это было любовное свидание. Я думаю, что он нёс деньги, выполняя условия шантажиста. Не факт. Ну, а что ещё? Поговорить можно в сауне. Если что не так, то пуля в лоб без разговоров. Кстати, с Хомским было то же самое. Зачем же все эти фокусы с переодеванием? Наверное, не хотел ставить под удар семью. Дома он сказал, что уезжает в командировку. Зачем же все эти фокусы с переодеванием? Зачем же все эти фокусы с переодеванием? За час до назначенной встречи Хомский приехал в гостиницу. На нём были пальто и шляпа, и при нём был саквояж с деньгами. Он знал, что за ним следят. И он поднялся на четвёртый этаж в номер к Ивану. Там Иван переоделся и вышел из номера уже под видом Хомского. И поехал на место, где нужно было передать деньги. Ну, оставил и ушёл себе. Ну, Хомский знал, что даже если он передаст деньги, назад он не вернётся. Это отчего же? Потому что он был не первым. Ты сама догадалась? Или кто подсказал? Сама. Валентин Сергеевич. Что? Ну, не волнуйтесь, вы так. Мы имеем полное юридическое право проверить счета Хомского. И не будет никакого резонанса и никакой вони в СМИ. Но я вам обещаю, правда. Всё будет хорошо. Да, да. Иди работай, жук. Алло. Клим, Хомский денег не снимал. Не может быть. Тогда кто? Это Алексеев. Он был связующим звеном между ними и банком. Он приносил на подпись бумаги, и только его пропускала охрана. Да, и самое главное, он вёл дела. Он знает о них всё. Я прикажу его задержать. Ты ничего не докажешь. Ещё и извиняться перед ним придётся. Ну, и что мне теперь делать? Ждать, пока он ошибётся? Ждать осталось недолго. Ждать осталось недолго. Чего тебе надо, Клим? Чего? Отомстить хочешь за Иванова? Ах, как эффектно! Что ты? Должно быть, это влияет на этих молоденьких девочек, которые не знают, что Холмский заплатил ему круглую сумму. Уйди с дороги, логина! А я на своей полосе, понял ты? А ты на чужую зашёл? Чего тебе надо? Думаешь, если нож держишь под штаниной, значит, крутой стал? Чего ты эту девочку преследуешь, чему ты и учишь, в конце концов? А ты кто, опекун? Или глаз на неё положил? Знаешь, что? Отдали ей это дело и концы в воду, да? Что? Молодая, неопытная, а там висяк и подсукно. А если туда зайдёт вы с прокурором, тут как труд. Недаром тебя, мента, прикрепили к этой божьей коровке. Дурак ты, Клим. Ты что, думаешь, мы не знали, чем занимается аптекарь или этот панда? Что, притон Холмского не знали, где находится? Да мне плевать. Плевать, что они мочат друг друга. Понял? Главное, что с каждым трупом в городе становится дышать легче. А ты, Клим, сядь на своей ржавой баржи и кочемай. Понял? А то что? А то, что я арестую тебя, потому что ты не имеешь права расследовать убийство. Ты можешь. Ты всегда был правильный мент. Только запомни, меня нанял Галецкий. Знаешь такого? А теперь арестуй меня, на! Прослеты при тебе. Прочь с дороги. Так. Так. Ключи у него внутри. Надо взламывать, Клин. Быстрее, Клин. Быстрее. Так. Что ж ты наделал-то, а? Поехали. Давай-давай. Давай сюда, давай. Плен. А, сейчас. А ты… Он вернулся с презентации один? Нет. С адвокатом. Алексеев когда ушел? Часа три тому. Я лично его проводил. Потом мы с Аркадьевичем выпили за удачную сделку. А затем он сказал, что хочет поработать. Поработать? Угу. Поработать. Поработать, говоришь? Поработать. А. Так. На оригинала лимон привезешь сегодня за четыре на завал. Ты меня продам, приедешь один, сообщишь ментам смерть. А чё? А этого уже никто не узнает. Твою мать. Что делать, Клим, а? То, что положено самураю, когда убивают его сюгуна. Я звоню Логинову. Отставить. Отставить, Кирсанов. Алексеева выпустят через час после того, как задержали. Ну что? Ну что делать, Клим? Ничего. Как минимум двадцать четыре часа. Никто не должен знать, что Галицкий мертв. Ты меня понял? Так точно. Давай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Меня Андрюха сюда позвал. Я приехал, женился на Ксении. Ждала меня все это время, пока я воевал. Сбережения быстро проели. Работы не было. Решили честным бизнесом заняться, придурки. На Диком пляже. Развлекательный комплекс построить. Рестораны, кафе. Все-таки людей. Суду никто не давал. Один пандорский подонок, под двести процентов годовых. Но дело новое было, рискнуть мы решили. Думали, быстро отобьем все. Как бы не так. На третий день бандиты Галинского пришли. 60% нам, 40% вам. Ну, конечно, это сейчас Галинский почетный гражданин города. А по нечетным, как был вором, так вором и остался. Я тогда здорово отметелил засланцев этих. Сказал, еще раз придут, я вас всех в капусту покрошу. Месяц их не было. А через месяц к нам оборудование из Финляндии пришло. Перегрузили мы из контейнеров в фуры. Везем. А тут спецназ, ОМОН. Насматривают. Находят три килограмма синтетического наркотика. Все. Тюрьма. Ну и, конечно, сразу бандиты эти. Галинского. Тут же нарисовались. Помощь предложили. Через депутата. Пускарева. Недорого. Миллион долларов. Мы собрали, что могли. Квартиру продали. Андрюхин дом. Оборудование. Хомский сказал, деньги на тот самый пляж принести. Чтоб был кто-нибудь из нас. Чтоб не вздумали милиции сообщать. Хотел я пойти. Но Андрюха на правах старшего не дал. Ксения тогда на четвертом месяце была. Нашли Андрюху с заточкой в груди. Денег никаких, конечно, при нем не было. Один охранник видел, кто убил моего брата. Ментам сказал. Они ему за это язык вырезали. Каин? Каин, Каин. Решил Аксению отправить в Калининград к родителям от греха подальше. Посадил джип, повез в аэропорт. Далеко мы не уехали. Джип взорвался. Странное ощущение. На тебе горят волосы, одежда. А тебе и не больно. Потому что твоя жена, твой неродившийся сын, не смог я Ксению вытащить. Я выжил. Я выжил, чтобы этим сукам отомстить. После стольких операций. Я изменился до неузнаваемости. Мать родная не узнает. Я взял фамилию погибшей жены. Закончил юрфак. Университета. А когда Хомский был в Москве, я через влиятельных людей попросил составить протекцию. Я выиграл для него практически безнадёжное дело. И тогда он пригласил меня сюда. А дальше ты стал собирать на них компромат? Что-то они тебе сами рассказали по пьенке. А что-то ты знал. Да, свидетель я нашёл. Убедил их дать письменные показания. Дал гарантии безопасности. Да везде у меня появились свои люди. В прокуратуре, в милиции, везде, где я был по делам моих клиентов. Ты стал предлагать своим будущим жертвам копии обвинительных заключений. и хотел, чтобы они у тебя выкупили их за миллион долларов. А что им миллион? Что им миллион по сравнению с перспективой пожизненно оказаться за решёткой? И ты стал их мочить по их же схеме. Да. Холмский должен был погибнуть от заточки, как мой брат. В том самом месте, на том самом пляже. Что ж ты его из арбалета-то, а? Бил бы за точкой и увидел бы, что не того колешь. Ты её не мог рисковать. Оставалось ещё двое. Пушкарёв, который подсунул вам наркотики, от наркотиков и подох. Да. Подох. А банда, который, охранники которого подложили бомбу в машину, так в машине и сдох. А Волошина? Ай, это шлюха. Она, она увидела, как я делал укол аптекарю. Позвонила мне, потребовала за молчание половину. Да я бы ей больше дал. Но она сделала не так. Она позвонила панде, Холмскому и Галецкому и предложила им купить имя убийцы. Так? Сколько тебе Галецкий предложил? Сколько? Я тебе дам больше. В десять раз, в двадцать раз больше. Я всё тебе отдам. Мне не нужны деньги. Только отпусти меня. Отпусти меня. Я должен поквитаться. Я должен поквитаться с Галецким. Опоздал ты. Что? Что ты сказал? Повесился Галецкий. Не дождавшись твоего приговора, сам его себе вынес. Зачем же? Зачем же ты тогда пришёл? Тогда пришёл! Продолжение следует... Зачем же нам Salым- defend? Зачем же это же я Новое. Я хочу Привет. Привет, крестный. Это тебе подарок. Спасибо. Хороший. Мама, иду к кресту. В журнале, в журнале, в журнале. Хороший. Ну, зайти-то можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова